всем привет очень рада видеть вас на своем канале цветок персика меня зовут наталья и сегодня тема нашего видео это листья мы будем рассматривать различные формы листа различные размеры какие могут быть использованы и для этого у нас вот есть одна зеленая штукатурка особо внимание цвету переходу оттенков мы не будем уделять в данном видео мы сосредоточимся исключительно на форме на размере будем использовать мастихин вот такой вот кругленький побольше совсем маленький мастихин мастихин длинненький и узенький два классических мастих мастихина округлой формы один чуть чуть побольше и другой немного поменьше я предлагаю начать формировать наши листики в то есть вот я буду использовать две палитры нам не выложена штукатурка зеленого цвета на другую палитру я просто буду выкладывать готовые листочки для того чтобы они как образец у нас были также у нас присутствует цветовой круг пока уберем сторонку приступим непосредственно к работе вот возьмем такой длинненький мастихин начнем формировать при помощи длинного мастихина мы можем сделать листья нескольких вариантов для начала мы рассмотрим самый простой вариант ровности вспомним что она всегда очищаем край мастихина и всегда мастихина мы должны держать в чистоте и вот такой у нас получится первый листик сделанную с краю то есть мы просто-напросто набрали и вот таким образом оставляем листик в данном случае на палитре но такие листы как правило сразу мы выкладываем на работу и это такие плоские фоновые листики мы их уже делали в предыдущей композиции но там был более округлый мастихин с при помощи такого мы можем создать более длинненький листик и более узенький также мы можем сделать еще вот так мы можем этот лист продлить то есть и делаем снова набор штукатурки и вот так вот верху точно также прижимаем выкладываем лист и таким образом мы можем его либо разгладить создав эффект единого листочка либо оставить так что как один листик перекрывает другой уже интересный эффект но вот можно сделать вот таким вот образом то есть это у нас первый вариант листочка при помощи при помощи вот такого для последующего если мы будем формировать более сложный двойной и удлиненный то есть состоящий из четырех частей для этого мы точно также набираем основу еще все лишнее мастихина и на счет помог а также при помощи салфетки смахиваем и начинаем набор лепестка на сторону слишком высокий лепесток мы делать не будем мы ограничимся вот такими большим набором и я сразу вложу на эту поверхность которая надо тоже палитра на данном случае она изображает мою работу и продолжим набор лепестка но сделаю его лучше на другую сторону на другую сторону у нас еще все лишнее то есть это довольно кропотливая работа когда мы формируем листики и лепесточки очень много однотипных повторяющихся движений в наборе в элементах тут просто надо набраться терпения и делать . можно выберить лепесточков у нас получаются непосредственно композиции вот я сформировала еще одну часть нашего листика так отираем и стихи и переносим его первой части при помощи второго мастихина можно раскладить объединить как бы эти две части нижнюю часть пока трогать не буду потому что это еще не все мы будем делать еще две нашего листика у нас получится такой очень узкий длинный лист который характерен может право быть такой уже как например как дополнительная как дополнительные веточки в композиции используют также такие листья у нас у цветка ириса они такие длинные достаточно узкие вот мы при помощи вот такого мастихина их как раз таки и формируем очищаем все лишнее и делаем набор в нижней части листа я сделаю более высокий листок часть листка но не очень сильно не буду больше и этого принципе достаточно снимаю и теперь я нашел продолжение этого листа который мы формируем и я делаю в нахлёст и вот оставляю в этом видите у нас получается этот листик лег внахлёст пока я его буду трогать и объединить ни с чем пока после же таки сейчас мне нужно набрать еще один такой листик еще один такой листик на другую сторону мы начинаем наборка всегда сосновой очищаем излишки штукатурки с края мастихина и формируем из листа в другую сторону мастихина делаем большой угол наклоны мастихина для того чтобы часть листочка у нас получилось достаточно тонкая очищаем очищаем их при помощи салфетки и сейчас самый ответственный момент объединение наших четырех элементах лимитов 1 листочек и точно также выкладываем нахлёст нижней половинкой их нахлёст верхней частью нашим листочком вот и теперь мне нужно объединить эти части как я это делаю то есть во первых серединку серединку один элемент тоже к другому вот у нас получается листик для того чтобы объединить вот эти две рынки я откладываю мастихин для того чтобы у меня было более круглая поверхность вот таким образом маленьким мастихином начинаю разглаживать поверхность таким образом объединяю лишь убираем этот мастихин подкладываю его с другой стороны вот получается листик здесь вот лишнее можно срезать для того чтобы у нас было как единая форма без каких-то закруглений лишнее вот у нас получается такой лепесток вот еще у меня есть кисточка силиконовая помощь этой кисточки тоже очень хорошо выглаживать выравнивать поверхность это на ее можно крутить обработать краешек чтобы был более таким цельным свисточком объединить также мы так листочек можем изменить форму придавать ему форму такой кисточка удобно работать либо можно работать вот обычным кисточкой и уже тоже показывала если ее немножко намочить водичкой точно также можно давать форму и объем тут в зависимости от ситуации силы к листочку большой может быть есть смысл воспользоваться вот такой более широкой силиконовой кисточкой там у нас маленький листочек то чем-то поменьше и также мы можем сформировать у наших листиков листья ириса они как бы и рифлены для этого мама стихийчиком можем придать на не сильно будем надавливать чтобы не повредить а вот такими вот нежными движениями мы придаем нашему листу вот такую рифленую структуру и поверхность она становится уже такая более интересная еще вот такой лист если вы его например сформировали на палитре они сразу на композиции можно переносить на работу при помощи большого мастихина вот тоже его уже показывала сейчас как раз покажу как это делается то есть так как поверхность рабочего нас тут большая то довольно таки большой элемент которым у нас является вот даже сформированный листов коль легко переносится то есть мы сначала поделаем как бы освобождаем вот цепляем от поверхности и вот дальше переносим полностью на мастихин и уже в дальнейшем вот такой сформированный листок мы перекладываем на нашу работу при помощи другого мастихина и уже на работе мы можем его не просто вот так вот положить а можно ему придать какую-то форму то есть у нас бывает закругленный краешек такие интересные формы и фактуры но это надо уже смотреть конкретно как это будет уместно на непосредственно конкретной работе но мы всегда помним что у нас нет ничего идеального в природе поэтому всегда модифицируем наши листочки сейчас я предлагаю вот эти все вот эти наши два листика замесить обратно в нашу кочку для того чтобы то она у нас быстренько сохнет перемешать ее и попробовать сформировать другие варианты листочков очищаем нашу вспомогательную палитру перемешиваем здесь все в единый комочек и сейчас мы сформируем двойной листик необычным способом когда мы делаем упор на носик нашего мастихина когда получается довольно таки интересная фактура сформировали снова . сейчас перед тем как попробуем сделать листик с упором на кончик мастихина сейчас мы попробуем сделать листья которые формируются набором штукатурки на всю поверхность с упором на кончик поэтому набираем основу всегда очищаем края нашего мастихина и делаем набор то есть вот я беру не на всю поверхность надавливая а делаю упор как бы на крае у меня получается вот такой вот очень интересный лепесток такой веерный я бы сказала вот смотрите видите какой у него обратная сторона рифленая красивая ее можно такой лепесток можно листок можно как рифленой стороной наружу использовать так и внутренней и эта сторона у нас тоже краешек вот такой вот он неровный исчезти с палитры сформируем такую же часть листочка на другую сторону убираем основе набираем основу точно так же делаем набор но с большим усилием на край мастихина на носик мастихина и у нас получается лепесток честно 100 такой веерный закругленный вот вот он такой вот такой он с обратной стороны мастихина объединив сейчас два наши две наши плавники листиков вот получается такой довольно кругленький разлаписный листочек вот это одной стороны но можно его выкладывать на работу вот оборотной стороной вот он такой получается интересный уже рифленый с фактурой а если еще использовать сочетание цветов то это будет совсем интересно также это можно использовать как вот вот при формировании какого-нибудь бутончика вот так вот если загнуть вот так вот видите получилось что-то похожее на бутончик есть да интересно работать с такими фактурными элементами мы сейчас вот отправим наш замес и попробуем сформировать листик самый обычный классический листик у нас основа уже набрано и сейчас начнем делать набор катушки сейчас я произвожу набор на всю поверхность всю поверхность ребра мастихина для того чтобы у нас получилось такая такой кругленький край лепесточка снимаю его на поверхность и начинаю формировать другую часть листика сначала набираем как всегда основу набираем все лишнее ненужное и делаем набор на другую сторону части нашего листочка немножко набираем вот у нас листочек сформировался все лишнее ненужное протираем наш мастихин и начинаем объединять две части листика вот мы его объединили половинки у нас могут быть получиться разным поэтому здесь лишнее просто напросто отсекаем вот такой листик можно как кончиком мастихина задайте на серединку также можно использовать вот такую буйку вот она специально для формирование цветов рубленькая с помощью ее более широкая часть используем более маленького вот она начинаем делать прожилки нашего листика только только мягкая да не достаточно легко нарисовывать прожилки нашего листочка вот таким образом вот таким образом и затем этот листочек мы переносим на работу точно так же при помощи мастихин берем его и переносим то есть вот он получился крупненький непосредственно на работе мы можем его еще отправить подделать как-то придать ему какую-то форму вот такой например лодочки вот так он будет например присутствует на работе в таком уже более объемном виде то есть каждому листочку надо подходить индивидуально смотреть мы будем использовать цвет смотреть какую форму мы хотим ему придать задать изначально и стараться делать каждый раз какую-то другую немножко форму как-то его изворачивать вот видите я сейчас формирую то так его изогну то по-другому его изогну и у меня получаются различные интересные вариации вот я в работе у меня уже например будет присутствовать вот такой вот интересно загнутый листик который имеет круг в интересную форму как-то интересно изогнут имеет какие-то прожилки характерные для листочка то есть всегда ищем что-то новое мы всегда рассматриваем каждый листочек индивидуально смотрим как он будет смотреться в композиции в конечном итоге не боимся сочетать различные цвета и оттенки и как говорится постоянно изучаем что-то новое главное не боимся ошибаться потому что ошибки неизбежны и в этом нет ничего страшного что штукатурка очень податливый материал и пока она не засохла мы просто напросто если что-то не получилось не понравилось мы можем это дело обратно замес замешать замешать перемешать штукатурку и уже потом по новой сформировать тогда когда наш листочек получится более интересный тот который нас устроит сегодня я хочу закончить свое видео благодарю всех кто досмотрел его до конца поставить ставьте лайки подписывайтесь на канал и ждите новых видео а сейчас пока пока